И лес, и свежий воздух, но нет освещения и нет автобуса. Как справляются жильцы современного жилищного комплекса в Барнауле? Контрабанды стратегически важных ресурсов. Алтайские таможенники задержали водителя с туши убитого медведя исчезающего вида. Символ советской эпохи. Совсем скоро в Изумрудном установят восстановленную скульптуру кузненца. Дело так называемого автоподставщика, по умыслу которого в Барнауле произошло 32 ДТП, преимущественно на кольце, направили в суд. Его обвиняют в мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере. По версии следствия, с марта 21 по январь 23 обвиняемый передвигался на автомобилях, ремонт которых отличался высоким чеком и приносил максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Орудовал злоумышленник преимущественно на улицах с кольцевым движением. При этом, подчеркивают следователи, мужчина хорошо знал ПДД, имел большое опыт вождения, поэтому пользовался невнимательностью и легкомысленностью других водителей. Всего он организовал 32 аварии. После ДТП обвиняемый фиксировал свой ущерб и обращался в страховые компании. Таким образом, он похитил почти 7 миллионов рублей. Виновным себя он не признает. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Проживающие в новом жилом квартале в Нагорной части Бурнаула ежедневно рискуют жизнью. Люди рассказывают, что их не обеспечили необходимым дорожным благоустройством и сообщением. Нет тротуара вдоль дорог, не ездит к ним и общественный транспорт. Тему продолжит Юлия Щепина. Новый жилой микрорайон – Серебряный Бор. Казалось бы, лес, свежий воздух, уют и тишина. Однако, все не так радужно. Где-то год назад, когда район начал активно заселяться, начали сдаваться новые дома в эксплуатацию. Мы в том числе сюда переехали. Мы столкнулись с проблемой отсутствия общественного транспорта. Сначала думали, что это проблема временная, но теперь, похоже, затягивается решение этой проблемы. Кроме отсутствия общественного транспорта, жители, и меня в частности, очень сильно беспокоят отсутствие тротуаров и освещения в темный период суток. В жилом комплексе живет много молодых семей с детьми и пенсионеров. Но сейчас, когда начался учебный год, дети в садик, в школу, темнеет все раньше и раньше. И люди испытывают реальное беспокоствие, даже временами стресс, потому что, во-первых, нет никакой видимости. Потому что мы сейчас идем по дороге и нас убьют, кстати, отходи. Встречная машина нас, к счастью, не сбила. Но ходить здесь действительно небезопасно. Дорога хорошая, водители разгоняют авто до приличных скоростей. Когда едешь хоть в ту, хоть в другую сторону, люди выходят из-за поворотов. И они идут не по краю даже, где, в принципе, там ездят пешеходы. Ну, как она даже не дорожка, ну, просто по земле. Они идут прямо по дороге. И более того, еще несколько раз сталкивалась с тем, что едешь уже в сумерках, плохо уже видно. Ну, молчу про то, что люди в черном ходят, да, сейчас особенно осень, вообще людей не видно. А еще и пьяные выходят. Личный транспорт есть далеко не у всех. Сотни людей ежедневно пешком преодолевают расстояние в полтора километра по проезжей части. Каждый день, конечно, хожу. Мне и ходить надо, и, собственно, я бы не против и доехать, когда уж совсем тяжело. Зиму отжили, да, еле-еле. Конечно, тяжело, зимой тяжелее, но летом-то тоже жарко. Я пешеход. Сколько раз я уже падала, грязь, а там же глина. И идет машина, и не знаешь куда. И я сворачиваю, и вот позавчера я так сильно упала, а я шла в поликлинику. Пришлось вернуться. Короче, я опоздала. Ну, благо, что еще жива осталась. Люди выкручиваются как могут. По возможности выручают соседи, довозят до остановки. Ведь такси на постоянной основе может позволить далеко не каждый. С просьбой решить их проблему люди в прошлом году обратились в администрацию города. Тогда ответ был следующий. Главным условием стабильной работы регулярных маршрутов пассажирского транспорта является наличие пассажиропотока, способного обеспечить рентабельность перевозок. Недостаточное количество пассажиров и, как следствие, отсутствие доходности от работы маршрутов приведет к их закрытию. Поэтому открытие заведомо убыточных маршрутов является нецелесообразным. Изменение действующих маршрутов приведет к увеличению интервалов движения автобусов, а также вызовет обоснованные жалобы со стороны жителей города. Но квартал активно расстраивается. Прокуратура тем временем встала на сторону жильцов, ведь в нашем регионе расстояние кратчайшего пешеходного пути от остановки до индивидуального жилого дома должно составлять не более 700 метров, до многоквартирного – 400. В ходе проведенной проверки установлено, что расстояние домов по улице 6-я Нагорная до остановочного пункта не соответствует рекомендуемым требованиям. Доводы обращения об отсутствии тротуара, линии наружного освещения также нашли свое подтверждение. Прокуратура обязала администрацию города устранить нарушения, но в то же время надзорный орган, ссылаясь на ответ мэрии, добавляет, что поскольку бюджет города ограничен, решить проблему в этом году не получится. Добавим, прокуратура намерена принудить ответственных решить вопрос через суд. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, День с толком. Разделанную тушу бурого медведя обнаружили алтайские таможенники в легковом авто, который направлялся в Казахстан. Машину под управлением гражданина Республики Казахстан остановили в районе пункта пропуска Кулунда. В багажнике автомобиля находились замороженные части медведя, предположительно для изготовления чучела, а также мяса с животного. При этом документов, разрешающих вывоз за рубеж дереватов, у водителя не оказалось. По факту контрабанда стратегически важных ресурсов алтайская таможня возбудила уголовное дело. Расследование продолжается. Добавим, бурый медведь имеет особый статус охраны. Это вид, находящийся под угрозой исчезновения. Одной из основных причин включения животного в Красную книгу – охота на него человеком для получения шкуры и других ценок частей тела. Алтайские студенты создали прибор для определения электрической активности мозга. Устройство фиксирует амплитуду и частоту сигналов. На основе этих показателей определяет общее физическое и эмоциональное состояние человека. Насколько утомлен он, расстроен или испытывает радость. Как создавался прибор и его практическом применении – в сюжете Дмитрия Дроздова. Альфа-ритмы, бета или, к примеру, капа-ритмы. Есть разные ритмы головного мозга, рассказывают студенты технического вуза Данил и Иван. Они вот уже несколько месяцев плотно работают над созданием нейрогарнитуры. Основной задачей которой является определение активности головного мозга. Такое устройство в виде повязки с датчиками, которые снимают сигналы мозга с поверхности кожи головы. Анализируя эти сигналы, мы понимаем, в каком состоянии находится человек. Мы можем использовать устройство для обеспечения промышленной безопасности, например. То есть, например, для водителей грузовых автомобилей во время транспортировки, чтобы отслеживать, не устал ли водитель, не уснул ли. Если устройство все же зафиксировало, что человек устал, гарнитура даст об этом знать. Появится характерный сигнал. Его с поверхности головы воспринимают датчики. И вся картина на экране компьютера. В будущем, говорят студенты, разработка станет беспроводной. И сигнал об утомляемости будет подаваться на смартфон. Изначально это был браслет вообще. Который вместо электроэнцефалограммы использовал ЭКГ данные. Но потом мы поняли, что этих данных недостаточно для поставленных задач. И браслет постепенно перекочевал на голову. Самое главное это определить зоны, где размещаются электроды. У нас это две основные группы на лоб и затылочная часть. Сейчас студенты нацелены на усовершенствование устройства. Следующий этап его тестирования. Но а в отдаленной перспективе создание образцов для широкого круга потребителей. По мнению разработчиков, использовать прибор по оценке активности мозга не помешает сферой логистики. Особенно водителям-дальнобойщикам. В тяжелой промышленности для тех же айтишников, которые долго сидят за компьютером. А также киберспортсменов. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле пройдет большая бесплатная конференция для всех, кто хочет учиться и работать в айти-отрасли. На мероприятии можно будет пообщаться с ведущими специалистами и руководителями айти-компаний. Узнать об актуальных направлениях в программировании. И другую необходимую информацию для успешного старта в данной сфере. Это очень популярно, очень крайне необходимо для страны сейчас. И мы это делаем в качестве профориентационного минимума, который сейчас по закону нужно давать школьникам, в том числе, старшеклассникам. Потому что это очень большая работа, которая сейчас ведется по профориентации старшеклассников, которые потом пойдут либо в среднее образование, либо в высшее образование. И нам цель, одна из целей этой конференции, именно пригласить как можно больше молодых умов в сферу айти, показать, какие здесь есть перспективы и развиваться на самом деле можно и в крае. Всероссийская конференция «Вайти и точка» в конце октября-начале ноября пройдет в 80 городах России. Предполагается, что на ней выступят не меньше 500, а посетят ее свыше 80 тысяч гостей. В Барнауле мероприятие пройдет 28 октября, начало в 10 утра. Буквы «Барнаул орденоносный», установленные на жилом доме по проспекту Красноармейский, демонтируют. Такое решение приняли власти города во время выездной комиссии во главе с Вячеславом Франком. Представители администрации, Гордумы и подрядные организации осмотрели конструкцию, установленную около 40 лет назад, а также провели специальную экспертизу и пришли к выводу, что техническое состояние букв устарело, а значит, есть угроза обрушения. Власти уже нашли подрядчика и заключили контракт на демонтаж букв. Работа начнется на следующей неделе. «Будем советоваться как с жителями города, с общественниками, безусловно, с ветеранским движением, с депутатами. Куда их применить и как, и делать ли новые – это вопрос. Но сегодня приходит такое время, что их надо снять, потому что они признаны аварийными. И еще раз хочу сказать, что при порывах ветра, а может быть еще при каких-то других условиях, они просто могут упасть». Скульптуру кузнец, которую обнаружили в Изумрудном в мае во время реставрационных работ, должны установить до конца этой недели. Большая бетонная статуя, созданная в середине прошлого века, пролежала в земле несколько десятков лет и развалилась на части. Но по предложению барнаульцев ее начали восстанавливать. О процессе реставрации кузнеца и его исторической ценности в нашем сюжете. Еще весной этот кузнец, с одной стороны, был безруким. Скульптуру 1950-х, которая украшала советский изумрудный, а на тот момент парк Меланжевого комбината, случайно откопали в мае, разломанную на часе и с пропавшей левой. Ее и начали восстанавливать первым делом. Мы ее делали с нуля, с самого начала. То есть сначала сделали каркас металлический по размерам, потом я со своей руки кое-как сделал пластилиновый слепок, с пластилинового уже такой. Константин Ганов сам предложил руководству парка взяться за восстановление статуи. Консультировал его народный мастер края Сергей Мозговой, чтобы кисть анатомически соответствовала правой руке. Вместе гадали, что же кузнец держит, а затем вынесли дискуссию на широкое обсуждение. Кто-то предлагает биту в городошную, кто-то клешни, кто-то зубило. На сохранившихся снимках левой стороны не видно, а на фото из других городов в руке виднело что-то обломанное. В итоге решили вручить кузнецу чертеж, что идеально вписалось в образ рабочего. Пока Сергей оттачивает левую, Константин работает над правой, устанавливает молот. Вот мы его и согнули так, как надо. Это самые крупные работы. Затем останется заделать сколы, соединить части туловища, воссоздать фактуру складки одежды, чтобы статуя задышала эпохой. Эта скульптура еще до периода сурового реализма, когда начали немножечко упрощенно все это штамповать, ввиду большого объема парковой, даже не парковой, а монументальной скульптуры. Там более лаконичные, там более грубые, там какие-то формы пластика были. А это вот именно такого сталинского периода проработаны во многом в деталях вещи. Статуя эпохи девушки с веслом. Самая известная парковая скульптура эпохи сталинизма, восхваляющая гармонию духа и тела. Вернет это в парк 21 века и советский кузнец. Поэтому мы видим павильоны деревянные, и в целом вот этот стиль отсылает нас к советской эпохе. Мы видим, например, отреставрированные чугунные перила на мостиках, на пруду. Это родные перила 50-х годов. И вот эта скульптура как раз прекрасно вписывается вот в эту концепцию сохранения прошлого. Кстати, рука не случайно находится не под крышей. Идет дождь, бетон намокает, и от этого становится только прочнее. Уже на этой неделе статую должны перенести на новое место. Постамент для нее уже готов. Устанавливать будут по частям, поэтому не пугайтесь, что какое-то время ноги будут без туловища. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. До конца года в военно-историческом музее закроют кровлю и запустят отопление. Также объект ждет внутренняя отделка. Напомним, в 2018-м здание музея пострадало от пожара. Идет его реконструкция, но пока объем работ выполнен на 25%. Уже в следующем году в здании восстановят залы, посвященные Первой и Второй мировым афганской и чеченской войнам. В отдельном помещении организуют экспозицию на тему СВО. По поручению президента, музей СВО сейчас создают в каждом регионе страны, сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры края Елена Безрукова во время пресс-конференции. Руководитель ведомства рассказала и о главных культурных событиях края в 2024 году. Ряд мероприятий посвятят 95-летию Василия Шукшина. Кроме традиционного кинофестиваля, зрители смогут сходить на тематические театральные спектакли и посетить выставку, которую организуют совместно с Мосфильмом. А также увидеть Шукшина в хореографии. Несколько лет назад такой эксперимент ставил куратор коллектива «Алтай» Владимир Васильев. На этот раз творческая лаборатория может расшириться до так называемого «Сибирского треугольника». Шукшин, Астафьев, Распутин. По произведениям этих писателей, которые одной эпохи, близкого схожего мировоззрения и направления, на одной площадке, и в последующем с этим материалом, может быть не в год Шукшина, но, в принципе, на перспективу, мне кажется, можно было бы выехать на гастроли в Иркутскую область и Красноярский край. Потому что в этой концепции литературного треугольника мы с нашими коллегами работаем сейчас. И по музейной линии, но и по линии исполнительского искусства. В Барнаул съехались десантники, ракетчики, танкисты, пехотинцы, разведчики и спецназовцы. Лучшие бойцы страны принимают участие в этапе Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою. Мероприятие на призы нашего земляка, Героя России, генерал-полковника Владимира Шаманова собрало спортсменов из всех военных округов. Есть и участники спецоперации. Как стартовали соревнования, расскажем далее. В Титов-арене представители всех военных округов России. Эти бойцы будут несколько дней бороться за звание лучших в армейском рукопашном бою. Такой вид спорта не терпит нежности. И на коврах представители разных войск, начиная с воздушно-десантных и заканчивая пехотой. В рукопашный бой здесь вошли лучшие приемы. Как от бокса, так и от самбо, от дзюдо и других видов единоборств. И в принципе, если брать, как готовится там та или иная команда, тут все зависит индивидуально от тренера. Кто-то уделяет больше внимания ударной технике, кто-то больше борцовской технике. Среди участников есть и срочники, и ветераны боевых действий. К примеру, Тимур Гурбанов в синей форме вернулся из зоны СВО с ранением ноги. Поэтому на ковре вел себя аккуратно. Спорт в принципе закаляет. А армейский рукопашный бой закаляет в тройне. В зоне специальной операции это очень было заметно. На своем опыте могу сказать. Потому что люди, которые занимаются спортом или занимались, они более смелые, более сильные, более отважные, более у них коллектив слаженный. В Барнауле такие соревнования на призы генерала-полковника Шаманова проводят уже в восьмой раз. В прошлом году всероссийский этап отменили из-за спецоперации. В 2021-м из-за последствий пандемии коронавируса. Сейчас турнир возобновили. Традиционно его почетными гостями стали герои России. Они приехали в Барнаул в рамках всероссийской акции «Вахта героев Отечества», которая проходит в те же даты, что и сам турнир. Игорь Станкевич хорошо помнит, как зарождался в стране армейский рукопашный бой. Когда не было понятия армейский рукопашный бой, было самбо, армейские приемы, которые изучались. Но разные веса, потому что в группе разные люди. Разные результаты. Первая настоящая хорошая травма была на ковре. Финал Кубка Вооруженных сил России по рукопашному бою пройдет в Рязани в конце ноября. Туда попадут команды, набравшие наибольшее количество очков за предыдущие этапы. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...